Я замечаю, как люди вокруг все чаще стали пользоваться Телеграмом. Это для меня не удивление, ведь кроме диалогов с близкими, здесь можно легко и быстро получать актуальную информацию в текстовом и медиа формате, пользоваться ботами и множество других опций. Сегодня я бы хотел остановить ваше внимание на семи самых важных советах, которые касаются Телеграм. Они позволят еще эффективнее пользоваться мессенджером. О некоторых, уверен, вы даже и не догадывались. Поэтому давайте начинать. Что мы видим прежде всего, когда открываем Телеграм? Допустим, с утра или после длительного неиспользования мессенджера? Правильный ответ – куча новых сообщений от людей и ботов, посты в каналах и группах. Все они, понятное дело, во вкладке «Диалоги» будут отображаться в хронологическом порядке, но в них легко запутаться. Чтобы облегчить жизнь пользователям и улучшить процесс взаимодействия с чатами, мессенджер предлагает настроить папки, и я рекомендую их обязательно создать. Это делается в настройках. Папки можно создавать на любой вкус. Вот вам парочка идей. Создайте отдельные папки с людьми, каналами и группами. Телеграм рассортирует диалоги по местам, а вы при открытии мессенджера теперь не будете путаться в диалогах. Например, сначала прочитайте и ответите на все сообщения от людей в соответствующей папке. Затем почитайте информацию на ваших любимых каналах, а уж потом посмотрите сообщения в группах. А если у вас есть рабочие чаты, также создавайте для них отдельную папку, чтобы не пропустить какое-то важное сообщение. В общем, папки — это серьезная часть правильного использования Телеграм. Обязательно создайте и настройте их. Еще один основной элемент в использовании творения Дурова — кэш. На более понятном языке — это данные, которые были загружены Телеграмом. Например, видео, картинки и текст, которые вы смотрели. Определенно никуда просто так они не деваются, а сохраняются в тот самый кэш. Позже в комментариях под роликами люди жалуются, что Телега занимает много места. Во-первых, регулярно чистим кэш. Заходим в настройки, затем выбираем «Данные и память», а далее нажимаем на «Использование памяти». Здесь можно увидеть, сколько занимает кэш Телеграма и сразу же его очистить. Не переживайте. Если вы что-то загружали в мессенджер, данные все также останутся в облаке приложения, и по надобности файлы можно перезакачать. Во-вторых, здесь же выставьте следующие параметры. Позвольте Телеграму хранить файлы только три дня, и что самое важное, выставьте максимальный размер кэша — 5 гигабайт. Отмечу, что в первом случае Телега будет удалять только те файлы, которые загрузила, но вы не посмотрели. Остальные останутся висеть в кэше, поэтому все равно время от времени не забываем проводить очистку. Скрытое чтение сообщения — одна из важных фишек Телеграма, которую я настоятельно рекомендую использовать. Как увидеть переписку с человеком так, чтобы он не узнал о ее прочтении, я рассказал на нашем канале Т9Грам. Лайфхак можно найти в закрепленном сообщении. Не забудьте подписаться на наш канал, там мы регулярно рассказываем о разных фишках Телеги. Их, кстати, также можно найти по хэштегу Лайфхаке. Ссылку на канал оставлю в описании. Следующий совет будет касаться уведомлений. Их получение может показаться сущим адом, особенно когда вы подписаны на множество каналов и групп. Пользователь имеет возможность отключить звук таких уведомлений и не получать их на экране. Это будет полезно сделать на несрочные к прочтению каналы или группы, а возможно даже убрать звук на некоторых людях. На iOS свайпните диалог справа налево, который хотите отключить и выберите убрать звук. На Android зажмите палец по диалогу, а после выберите появившуюся сверху иконку отключения звука. Теперь напротив названия канала или имени человека появится перечеркнутый динамик, который будет символизировать об отключении уведомлений. Оставьте включенным только диалоги с людьми и самые важные каналы. Мне кажется, это лучший вариант использования данной функции. Кстати, напишите в комментах, знаете ли вы об этой возможности? И если да, насколько много диалогов не присылают вам уведомления? Далее поговорим о важности реакции. Казалось бы, функция как функция, ничего особенного. Я готов поспорить. Реакции невероятно важны в нескольких случаях. Первый, теперь достаточно поставить реакцию в диалоге с человеком и ничего больше не отвечать. Это может оказаться достаточным для коммуникации во многих случаях. Например, когда вы таким методом символизируете о прочтении сообщения от человека без лишнего ненужного ответа. Второй вариант использования реакции на каналах. Так вы высказываете свое отношение к публикациям и даете возможность авторам создавать более качественный контент, ведь они видят ваш фидбэк. Мы, к примеру, всегда следим за тем, как вы реагируете на то или иное сообщение на Т9 грамм. Это еще не все советы, которые я подготовил для вас в данном видео. В конце вас ждет, наверное, один из самых важных, поэтому ни в коем случае не пропустите его. А эта пауза как раз дана для того, чтобы вы успели подписаться на канал, если впервые со мной. И можете заодно кликнуть на лайк. Ваша поддержка — это главный стимул создавать новый контент. Архивация диалогов — это мой следующий совет для вас. Тем же свайпом справа налево в iOS, а в Android зажимая диалог и сверху выбирая нужную иконку, отправляйте неактуальные чаты в архив. Это полезно в том случае, если вам уже не нужен определенный чат, но информация в нем может рано или поздно понадобиться, и вам не хочется его удалять, но при этом его присутствие на вкладке чаты сильно раздражает. Отдельно остановлюсь на каналах. Возможно, есть такой ресурс, который вы раз в несколько недель заходите почитать, но в остальные дни он вам не нужен. Такой канал тоже можно спокойно отправить в архив. Вариантов много, главное — пользоваться. Не помешает также закрепить некоторые диалоги в Telegram. Имейте человека или канал, который должен быть всегда на виду, тогда обязательно сделайте закрепление. На iOS нужно сделать свайп слева направо по диалогу и выбрать соответствующее действие. А на Android зажимаем нужный диалог. Далее жмем на три вертикальных точки справа вверху в углу экрана и выбираем закрепить. Telegram позволяет провести закрепление до пяти чатов и плюс до пяти секретных чатов. Но отмечу одну интересную лазейку. В папках мессенджер может закрепить до ста чатов, поэтому если вам не хватает опций в пять штук, создайте сначала папку, как в первом совете, и там уже закрепляйте больше пяти диалогов. Через секунду, как и обещал, расскажу о важнейшем последнем на сегодня совете. А пока напомню, что на Т9 грамм вы также можете отыскать еще больше крутых лайфхаков, связанных с Telegram. Подписывайтесь прямо сейчас, ссылка в описании. Что же касается еще одной рекомендации, так это я говорил о безопасности Telegram. Все дело в том, что в мессенджере есть отдельный пункт конфиденциальность, который отвечает за защиту пользователей. Там есть важные надстройки типа код пароля и облачного шифра. Их я настоятельно рекомендую включить. Более подробно о полной защите вашего аккаунта в Telegram я рассказал в одном из недавних видео на канале. Прямо сейчас оно появится на экране, обязательно посмотрите. Это канал Телеграммер. Подписывайся и знай больше.